МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уметь что-то делать своими руками ценно и полезно. А чтобы научиться это делать профессионально, для этого нужно долго учиться. В аринско-посадском технологическом техникуме можно научиться многому. Я выбрала себе занятие непростое. Буду пробовать свои силы в шлифовании деталей оконных рам. Что-то уже получается, но чтобы шлифовать на отлично, надо оттачивать свои навыки еще много месяцев. Григорий Пичугин, студент маринско-посадского техникума, учится этому и другим столярно-строительным работам уже три года. Он стал лучшим в своей компетенции по столярному делу в Чувашии. И занял четвертое место на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс в Москве. Гриша не расстроился, продолжает набивать руку в мастерской. Снова и снова переделывает рейку в середине оконной рамы. Как раз это задание у него не совсем получилось на чемпионате. Было чуть-чуть сложновато. Середину вот подвела. Пролетало неплотное соединение. Когда я закончу техникум, я буду работать по своей специальности. Буду делать оконные рамы, двери. Участие в таких конкурсах, как Обилимпикс, это огромный опыт не только для студентов, но и для преподавателей. Смотрели мы среди учеников, которые, понимаете, еле двигались, еле руками работали. Ну, так они ездили, даже, понимаете, глядя на этих учеников, набирается, ну, такого, ну, такого энергии набираешь, глядя на них, что даже приятно становится, охота еще больше и больше дать своим ученикам направление в этом направлении, скажем, участие лучше, чтобы участие профессии, чтобы достигли еще большего результата. Табуретки, скамейки, оконные рамы – все своими руками под чутким руководством мастера. Студенты Геннадия Соловьева – настоящие профессионалы своего дела. Соседка встречаемся с технологическим техникам, и многие специалисты к нам приходят на работу, усраиваем на работу, и себя обуказывают с положительной стороны. Они уже приобретают не только по деревообработке, они комплексные, и кровельные работают, и отделка, впрочем, все учатся, делают у нас. Ну, ребята смышленые, работать умеют, специалисты, я думаю, качественные. У них для работы здесь, я тоже посмотрел, все оборудование есть. Мариинско-Посадский технологический техникум был создан путем слияния двух профессиональных училищ – 11 и 28 в 2014 году. В 2003 году в училище был создан специальный многопрофильный ресурсный информационно-образовательный центр по подготовке рабочих кадров из лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он стал хорошей базой для профессиональной подготовки инвалидов и работает до сих пор. Молодые люди могут здесь выучиться на столе расстроителя швей поваров. Сейчас по специальной программе обучаются 52 студента. Если кому-то в радость работа столера, другим интересно рукоделие. Валя приехала получать профессию из Ибресинского района, живет в общежитии. Шила я себе вот фарту, которая на мне с косынкой. Здесь я шью, открываю свои таланты, развиваюсь. Мне здесь нравится учиться, и я здесь многому чему научилась. И у нас бывают концерты, я там ведущая. У нас есть еще, ну, я спортом занимаюсь, там бегаю. Потом первое место получила. Кристина Лозенкова – участница регионального этапа национального чемпионата профмастерства «Обилимпикс». Участвовала в «Обилимпиксе», шила сумку. Заняла третье место. Она не только хорошо шьет, но и уверенно держится на сцене. Кстати, коллекцию «Птица дивная» студенты шили сами. Михаил Крымзов тоже показал свое мастерство на региональном этапе. Будущий повар по результатам конкурса занял третье место. Мы там готовили три блюда. И сначала салат готовили из тепловой обработки, и эклер с грушевым муссом и соус, с малиновым соусом. На это давалось два с половиной часа. Мы справились. Мои любимые блюда – это суп солянка. Я сам люблю кушать, и родители очень любят. Я приезжаю домой, сначала приезжаю, потом начинаю готовить. Сейчас Миша вместе с одногруппниками на учебной практике. Сегодня в меню – овощной салат. Задача не просто смешать ингредиенты, но и красиво выложить на тарелку. В соседней мастерской студенты готовятся к национальному чемпионату WorldSkills. Мы развиваем такие компетенции в студентах, такие как шоколадье, работа с шоколадом, работа с карамелью, потом приготовление различных видов шоколадных конфет. Три вида должны мы научить их готовить, такие как нарезные, корпусные и трюфели. Также антроме, приготовление антроме, такие многослойные торты, десерты на базе муссов. И различные композиции. Они должны уметь собирать различные композиции шоколада и карамели. Практически ежегодно студенты техникума становятся призерами регионального этапа WorldSkills. Светлана Некрасова уже показала свое мастерство в поварском деле. Это очень нужная профессия для жизни, востребованная. И в целом очень хорошие навыки приобретаются. Такие чемпионаты, как WorldSkills, помогают ощутить молодым профессионалам свою значимость, получить огромнейший опыт и проверить себя на выносливость. Специалисты техникума помогают ребятам реализовывать свои профессиональные планы, идеи проявлять себя в конкурсах и олимпиадах. В этом году учебному заведению исполнилось 75 лет. За эти годы многое изменилось, но традиции сохранились. Одно из основных направлений подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих – это подготовка для промышленного комплекса Чувашской республики. Те студенты, которые обучаются по специальности и по рабочим процессам по этому направлению, проходят производственное обучение и практику на базе учебного хозяйства нашего. Учебное хозяйство имеет земельные площади 214 гектаров. Кстати, это самые большие площади из всех учреждений среднего профессионального образования Чувашской республики. На этих землях наши студенты проводят весь цикл работ по возделыванию зерновых культур, картофеля. Ежегодно на этих землях мы собираем урожай около 300 тонн. Этот урожай реализуется сельскохозяйственным предприятием и населению нашего района. Подготовка машинистов-трактористов для сельскохозяйственных работ остается востребованным направлением. Студентов обучают не только управлять техникой, но и ремонтировать ее. Сельхозпредприятиям просто необходимы такие универсальные кадры. Ребята в этой мастерской разбираются в сельхозтехнике. У них так ловко это получается, что даже удивительно, ведь это еще не студенты. Девятиклассники пришли знакомиться с профессией техника-механика. По программе «Билет в будущее», которая реализуется в рамках национального проекта образования, ребята пробуют собирать и разбирать пахотный агрегат. «Билет в будущее» это очень грандиозный проект, я считаю. Именно благодаря нему люди, точнее дети, находят свои направления в будущем, решают, кем они хотят быть и следуют своему плану и становятся успешными. Обучение на настоящих деталях. Мастерской сельхозтехника, которая работает на полях. Студенты наши и школьники тоже самое, очень интересуются именно пахотным агрегатурой. Многие целенаправленно выбирают профессии, связанные с сельским хозяйством. Учиться в техникум приезжают ребята со всех районов республики. Я учусь на первом курсе эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники. Мне это специально становится тем, что постоянно любил с дедушкой и с бабушкой работать в полях. И больше всего мне нравилось работать на тракторах. Особенно, когда в весеннее время приходилось работать в огородах. Я помогал дедушке пахать огороды. Хотя Сергей только на первом курсе, но уже знает, чем будет заниматься после выпуска. Я хочу открыть такой сервис, чтобы пригоняли и трактора, и грузовые автомобили, и не только. И для них оборудование, плуги, сейлки. Для этой специальности нужна внимательность, так как без этого не найти неисправность. Еще нужно уметь работать руками, не бояться испачкаться и не бояться пыли. Все рабочие специальности, которым обучают в техникуме, востребованы на современном рынке труда. Так что выпускники быстро находят себе работу.